Привет, мои дорогие! Я вас всех очень рада видеть. Меня зовут Лена. Добро пожаловать ко мне в гости на мой канал, который называется Зеленская Хэнд Мэд. Сегодня у нас понедельничек, 25 февраля. А что же это значит? Ну, во-первых, это значит то, что понедельник это начало рабочей недели. Во-вторых, это значит то, что у Тимофея закончились каникулы, и у нас началась опять-таки школьная программа, школьное обучение. Ой, уже в-третьих, самое главное вообще на самом деле надо было сказать в первую очередь, скоро у моего сыночка, у моего... Блин, не могу же сказать, что маленького сыночка, потому что мне так кажется, он так быстро растет. Скоро день рождения, и... ну, по идее, совсем чуть-чуть осталось до того момента, когда официально можно будет сказать, официально можно будет сказать, что февраль закончился, а это значит то, что зима как бы тоже должна закончиться. Когда выходишь на улицу, вот я сегодня выходила на улицу, у меня действительно было такое впечатление, что да, кажется, зима уходит, зимушка, зима. Вот сейчас я, знаете, думаю, думаю, вспоминая то, что я слышала по телевизору и читала в интернете, фигу, она уйдет от нас так рано. И, скорее всего, она все-таки частично, но все-таки задержится на март месяц. Сказала Лена и сама взяла и потихонечку потрогала вот этот замечательный кусочек канвы, на который кое-что интересненькое вышло. Нет, я не закончила эта работа, так что просто я ее сняла и немножко завернула. Ну так вот, сейчас я снимаю, как всегда, видео, которое я планирую выложить, выложить, выложить во вторник. Но я надеюсь, что я все-таки его смонтирую, потому что в последнее время у меня что-то руки, по-моему, не из тех мест, что у меня из того места растут. И я, либо я просто-напросто не хочу, ну, в общем, какие-то проблемы у меня постоянные с монтировкой видео. И еще один главный момент, который я хотела сказать, сказать в самом начале, было несколько комментариев, которые я, конечно, не могу точно сказать, когда были написаны, но, в общем, были написаны комментарии. Такого плана то, что слишком много воды в моих видео. Что значит слишком много воды, слишком много какой-то ненужной информации для того, что я рассказываю. Сразу могу сказать, для тех, кто будет смотреть это видео без обид, если вы не хотите слушать мои какие-то разговоры или мои какие-то сноски в видео, совершенно, собственно говоря, ни о чем, то, что уже не касается никак процесса вышивания или какого-то набора, там, или еще чего-то. Пожалуйста, не надо писать никакие комментарии, просто пропускайте эти видео, не смотрите. Я неоднократно говорила, и все те, кто смотрит мои видео, многие мне пишут то, что любят, когда я болтаю, я люблю поболтать. Я люблю поговорить не только о рукоделе, не только о вышивке, а о чем-то другом, о жизни, о каких-то других вещах, которые есть у меня в голове. Я не робот, который села, стала читать, или читать текст, к примеру, написанный, или стала вот сидеть и рассказывать ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот так вот только про вышивки, все, закончила видео, ушла. Я неоднократно говорила, текста я не пишу. Какого-то плана рассказа у меня нет. Я рассказываю все из, господи, из души, да, из головы и так далее, так что я люблю поболтать. Может быть, правильно будет называть видео, вернее, писать, либо сносочки писать, либо в конце видео писать то, что это видео. Рукодельное плюс, болтологическое рукодельное вышивальное неделя. Или болтологическое рукодельное вышивальное видео. Может быть, конечно, делать так. Мне просто не нравятся такие комментарии, я не понимаю, зачем писать много воды. Не хотите не слушать, проходите мимо. Если мне не нравится видео, я не пишу никакого, простите, гэ, я просто беру, закрываю видео и ухожу. Вот и все. Я не понимаю просто вот этого. Так, ладно. О чем мы будем говорить? Я вам... Уже была, да, такая сносочка, грубо говоря, ни о чем. Ну, опять-таки, моя стиральная, господи, посудомоечная машина потихонечку подмывает что-то у меня. Где-то вот там вот я показываю направо, с правой стороны. Но я надеюсь, что это не будет мешать мне снимать видео. По поводу времени съемки этого видео. Я не могу сказать, на какое примерно время я сниму, за какое примерно время будет снято это видео. Не могу сказать то, что мне много чего есть интересненького или неинтересненького вам показать. Самое главное, что я хочу сказать. В этом видео будет новиночка, новиночка, новиночка. Кое-что свеженькое, интересненькое, новенькое, неожиданное. В общем, смотрите видео, и где-то, может быть, в серединке, а может быть, в конце я вам покажу что-нибудь такое классненькое. С чего мы будем с вами начинать? Будем начинать с вами с того, что у меня выпадет такая штучечка. Кстати, сделала Тимофей, где-то в школе. Приносит он всякие такие штучки интересные. Это закладочка, закладочка для книг. Ну и для стратчика. Мы сейчас с вами, знаете, что посмотрим? Мою рукодельную неделю. Вот здесь кое-что интересненькое я вам не показываю. Увидите чуть попозже. Я смотрю с вами, с вами смотрю, какая была моя рукодельная неделя. Ну, в принципе, я поняла уже. Изначально, когда я стала снимать это видео, я вот, признаться, не знала, как вот правильно составить, как правильно написать название этого видео. С какой-то стороны у меня была мысль еще, знаете, такая, блин, наверное, я заставлю вас поскучать. Потому что это видео, в принципе, оно очень-очень сильно может напомнить предыдущее видео прошлой рукодельной недели. Единственное, что, конечно, в том видео было вышито, я показывала вышито один этап, а в этом видео я показывала уже вышито этап, плюс большие, достаточно, продвижения, о которых я говорила, кстати, и в Инстаграме. В общем, это видео почти что дубль два прошлой рукодельной недели. Единственное, что отличается, отличает это видео, то, что в нем я вам буду показывать хорошие продвижения. Я, наконец-то, покажу вам, что я вышила, как я отшила фактически основной кусочек в своем замечательном загородном доме. Это первое. Второе, я вам покажу, ну, сколько же все-таки я вышила, и что я вообще сделала. Касаемо процесса рождественской лоси, вы сможете увидеть, наконец-то, сделала я бэкстич или не сделала. Те, кто смотрит мою страничку в Инстаграме, я надеюсь, видели. Такой маленькой сторис у меня была фотография, то, что будет скоро видео, которым я вам покажу и расскажу, но сделала я бэкстич или нет. Много было очень мыслей по поводу бэкстич, и я напоминаю о том, что бэкстич я делаю, как правило, после того, как завершаю вышивание. Это второе. А третье, что у нас самое интересненькое? Третий, третий, это новиночка, что-то такое свеженькое, интересненькое. Попозже я вам покажу. Это вот действительно то, что разбавляет всю эту рукодельную неделю. Так, давайте я буду начинать, потому что болтаю я действительно очень много. Эту работу я сейчас сняла с пялец, я ее не проглаживала, не стирала, ничего такого не делала. Ну, как вы помните, я надеюсь, вы смотрели мое предыдущее видео, если не смотрели, посмотрите. В том видео, в последнем, я показывала то, что у меня не было отшито вот с этой, с правой стороны, ну, где-то вот здесь. Я говорила о том, что у меня есть большое желание наконец-то закончить вот этот уголочек. И я его закончила. Ура, 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 я очень сильно рада. Почему я так сильно рада? Ну, потому что вся основная, скажем так, вот сложная вышивка была сконцентрирована именно вот где-то вот здесь. Начиная, наверное, не с половиной, даже чуть-чуть побольше. То есть, наверное, на три части. Две трети этой работы, это такая, вы знаете, основная вышивка. Мне так кажется, вышивается двумя ниточками, крестики. В общем, мне казалось всегда так, что самое тяжелое это где-то вот здесь. И я наконец-то закончила, я завершила. Мне потребовалось три денечка, наверное, где-то примерно, да, три денечка. Понедельник, вторник, среда, по-моему. Че я вот, я неправильно, да, говорю? По-моему. Почему по-моему? Никуда не по-моему. Вот сейчас скажу, а получится то, что я наврала. Давайте-ка вспомним, товарищи. Где неделька-то начинается? Загородный, загородный, загородный. А вот ты не наврала. Три вечера. Понедельник, вторник, среду. Даже не вечера. Нет, понедельник, вторник, среду. Понедельник, вторник, два вечера. И среда у меня, наверное, где-то днем я, скорее всего, ушла, потому что вечером я приступила уже к лосю. Ну так вот, потребовалось мне не очень много, но для того, чтобы завершить вот этот уголочек. Я очень-очень рада. Кстати, вот в предыдущем видео, в последнем видео у моей рукодельной недели, мне написали там в комментариях, одна девочка, которая участвует, девушка, которая участвует в моем СП. Кстати, девочки, кто смотрит, кто смотрит сейчас мое видео, кто принимает участие в моем СП, домик моей мечты, тем большой-большой приветик я передаю все девочке. Молодцы, молодцы, молодцы. Они мне помогают. Я, надеюсь, я тоже им помогаю. Мы потихонечку вышиваем наши замечательные дома и строим свою мечту. А между тем, кстати говоря, между прочим, самое главное, что я хотела сказать между тем. Ну так вот, говоря о СП-доме своей мечты, я не помню, говорила или нет. Ну так вот, короче, я хочу закончить этот дом и хочу отшивать, начать еще один дом. Вообще, девчонки, на самом деле, все молодцы в этом СП, потому что они весь процесс закончили. Кто-то уже со вторым. Насчет того, будут ли третьи кто-то вступать или нет. Ну, со вторым-то точно уже девчонки вступили. Молодцы, девочки, молодцы. Ну так вот, в предыдущем видео, видите, как я перепрыгиваю? В предыдущем видео, в котором я вот как раз-таки все это показывала, я сказала то, что мне осталось чуть-чуть полегче, потому что здесь я буду вышивать полукрестами. Вот Ирина ее зовут, девушка. Она меня поправила, сказала то, что просто будет крестик, но в одну ниточку. И тут я посидела такая, покумекала, да, блин, правда же, будет крестик в одну, просто в одну ниточку. Почему? Сейчас я немножечко вот так вот приближу. Видите, что у меня стоит? Моя замечательная сахарница, которая мне очень сильно нравится. Ну так вот, и я посидела, покумекала, думаю, да, блин, какой нафиг полукрестик. Вы знаете, когда я вышивала Dimensions, насколько я помню, там небо вышивалось полукрестом, либо в одну, либо в две, там, или в три ниточки. Почему-то меня переглючило то, что здесь будет полукрестики. Нифига здесь не будет полукрестиков, или я хотела сделать полукрестики, просто поэтому я немножечко затормозила. Кстати, если я смотрю вот здесь, у меня здесь действительно сделаны полукресты. И я, на самом деле, не знаю, буду я исправлять или нет. Блин, вот косяк, смотрите. Здесь у меня только полукрестики. Вообще-то, получается, я вышиваю не совсем по задумке дизайнеров этого набора. Ну, в общем, мне почему-то вот, ну, я не знаю, переклинило меня то, что небо должно быть полукрестами. Не знаю почему. Ну, потому что я вышивала Алису там, полукресты, небо вышивается. Вышивала Тимэншенс там аналогично. А здесь это, конечно, интересно. Ну, в общем, меня переглючило, переклинило. И меня переклинило уже достаточно давно, потому что здесь, как вы видите, я еще раз показываю полукресты. Ну, так вот, и я все говорю к тому, что... Вообще-то, мне осталось не так-то много. Вы сейчас можете посмотреть, как раз-таки, что мне осталось. Но я надеюсь, что вам хорошо видно. Ну, смотрите, здесь, ну, грубо говоря, два ряда. Два, четыре, шесть, восемь, десять. Здесь длину десять и два в высоту. Кстати, что я хотела бы, знаете, еще раз вам... Не еще раз, хотела бы что сказать. Вот здесь вот, на самом деле, по схеме, здесь вот у меня ровные квадратики. И вот с этой стороны схемы надо было отшивать еще четыре вертикальных ряда. Но я... Вот здесь, кстати, я начала вышивать, но это было давно. Вот, и я почему-то подумала, нет. Я прямо сама взяла схему эту, подрезала, и думаю, ладно, пускай вот она будет вот сто, например, квадратиков, и все. Без каких-то там еще трех рядов или внизу там три ряда горизонтальных. Я не стала так делать, потому что... Потому что не стала ищу. Может быть, я, конечно, неправильно это сделала, но в любом случае, я думаю, ничего такого страшного в этом нет. Основная работа, мне кажется, все-таки в этом наборе закончена. Единственное, что мне, конечно, осталось, чуть-чуть вышить крону деревьев, немного вот здесь зелени, но это где-то вот здесь. Здесь у нас... Я, кстати, даже не знаю, что у нас здесь. Не вижу полукресты, кресты. Ну, так вот, еще основное надо будет сделать вот здесь где-то. Здесь немножечко синевые. Я так в данный момент не могу сказать точно, сколько еще осталось, потому что единственный масштаб своей работы, дальнейший, я оценивала только вот в пустых местах, в пустых квадратиках на конвей. Я вот оценивала масштабы своей работы. Схемы я пока не смотрела, что мне будет еще предстоять вышивать. Но я так предполагаю, немножечко синего здесь, зеленого, и небо пойдет. По поводу неба еще раз хотела бы сказать. Я почему-то думала, что это будут полукресты. Ну, вот так вот у меня получилось. И, возможно, в этой работе я внесу некоторые изменения, потому что я его уже внесла, и у меня здесь уже полукрестики. Я не так, как должно быть. Должны быть кресты, а у меня полукресты. Ну, вот так вот получилось. Это, кстати, на самом деле такая вещь, которая... Полукресты мне вообще реально вот заехали в голову, и все. И не знаю даже, почему я не планировала и не думала вообще изначально то, что небо будет вышиваться крестиками. Еще раз повторяю. Алиса, Дименшинс, вот они, те наборы, которые я вышивала, в которых было именно так. Ну, и, скорее всего, я именно поэтому и здесь так накосячила. Ну, возможно, это не такой уж прям, конечно, глобальный косяк. Но, в любом случае, когда я вернусь к вышиванию данного набора, я еще посижу, покумекаю, как мне все-таки лучше будет вышивать. Так, наболтала, наговорила. В общем, все здорово. Наконец-то вот этот правый-правый-правый-правый-правый уголочек я закончила. Осталось мне вышивать не очень много. Что касаемо, к примеру, планов на эту рабочую мою рукодельную неделю, я, вы знаете, я не люблю планировать, но все-таки я предполагаю, наверное, этот наборчик чуть-чуть отложить. На полочку, потому что, признаться, я ее вышивала на той неделе, он мне что-то как бы задолбал. Вот честное слово. Я, кстати, забыла, сама выложила я в ИСП продвижение этого процесса или нет. Прикиньте, не помню. Забыла. Ну, только за девчонками, главное, самое такое интересное я смотрю, а вот сама, не помню, выкладывала или не выкладывала. Помню то, что смотрела отчетики девочек в воскресенье, а вот сама отчиталась или нет, я не помню. Но в любом случае, сфотографирую и обязательно покажу. Извиняйте, девочки, забыла. Закрутилась, наверное. Так, значит, этот наборчик меня чуточку подзадолбало, даже несмотря на то, что по-хорошему можно было бы его быстренько закончить, но быстренько не закончить мне его, потому что я немножко тормоз, с большим количеством процессов. И можно как бы и закончить, и начать какой-то новый, но я этого делать не буду. Я оставлю этот набор, наверное, на некоторое время, на несколько дней, немножко от него отдохну, перейду к другим процессам. У меня же еще остался процесс, который я вообще-то, я вам по секрету говорю, не брала в руки на прошлой неделе. Мои замечательные дедушка, внучок и собачка. Набор воспоминаний от Classic Design я его не брала. Так что вот этот загородный дом мой красивый, я вот так вот сворачиваю аккуратненько, и все-таки оставляю, скорее всего, ну, может быть, где-нибудь так на неделю. Нет, не на недельку, конечно, на несколько дней я его оставляю. Нафиг. Нафиг его! Не могу, короче, вышивать пока этот процесс. Так, о чем же я вам говорила? Я говорю, будет видео-болталка, видео-болтушка о моем рукоделии. Так, мои дорогие, что я вам сейчас покажу? Я немножечко замолчала по той простой причине, потому что, вернее, я вам ничего не показываю, потому что надо аккуратненько сложить пяльцы с конвой, чтобы было красиво, а то положу, будет какое-то уродство с большим количеством конвой. Так, ну ладно, ну ладно, мои хорошие, не буду я на самом деле затягивать, не буду я наводить на вас какое-то задумие. Вот он! Вот он, мой дорогой! Частично дорогой! Нет, на самом деле, хотела вам попрежь показать, интересно вам такое. Видно? Я думаю, видно. Смотрите. Конечно, на данной работе, вот, сегодня вы не видите еще лося. Это точно, потому что я до него никак не дойду, и пока я не хочу до него доходить. Мне почему-то вот захотелось вышивать, вот именно с правой стороны всю эту работу, и я стала так вышивать. Что я могу сказать? На данный момент я могу вот прям вот, так сказать, вздохнуть, сказать, да, я все-таки стала делать бэкстич. И этой работой я занималась тоже некоторое время, дней, дня так три на этой неделе. Это среда, четверг, и пятница. Три дня я вышивала это волосе, а мне надо было закончить где-то, наверное, вот здесь. Кстати, вот здесь вот бэкстич делается другими нитками, не черными. По поводу ниточек. По поводу ниточек. По поводу ниточек огромная проблема, потому что бэкстич вот здесь вот делается черным цветом. И я неоднократно говорила о том, что нитки нарезаются в панне не совсем нормальной длины, потому что они короткие. Блин, а когда делаешь бэкстич, было бы круто, если бы ниточка была подлиннее. Ну, потому что неудобно. Ну, блин, не люблю я так. Мне неудобно. Я неоднократно об этом говорила и говорю еще раз. Ну, что же я сделала? Я взяла, залезла в свои запасики. Кстати, запасиков-то у меня черненьких ниточек и не так-то много осталось. Я взяла последние черные нитки, отрезала нужную длину, которая мне подходит, так примерно сантиметров 50, ну, ладно, 40, и стала вышивать, жмахать этот бэкстич. Напоминаю о том, что те, кто смотрит мои видео, уже в курсе. Бэкстич я делаю только после того, как закончу вышивать всю работу. Но в этот раз я решила сделать так. Мне вот хотелось оживить эту работу. Так, напоминаю, ну, если вы смотрите это видео, то вы уже не только это, вы знаете то, что я вставляю фотографии. Я специально сделала фотографии, в которых, значит, у меня была работа до бэкстича и уже после бэкстича, вот когда я сфотографировала. Я очень люблю. Кстати, последнюю работу, которую я вышивала, господи, как же она называется, дименшинскую, вот, я там делала все то же самое. В той работе мне нравится. Мне вот без и с бэкстичем. Бэкстичем. И здесь я сделала все то же самое. Работа ожила. Просто вообще невероятно ожила, потому что бэкстич, конечно, он творит чудеса, даже не иначе. По-другому даже сказать не могу. Вот. И мне вот здесь еще предстоит сделать бэкстич, но я почему-то вот не стала здесь сделать. Хотела сделать только черным цветом. Нельзя сказать то, что бэкстич вот именно сейчас как-то делался очень легко. Мне кажется то, что мне было немножечко тяжеловато делать этот бэкстич. Хотя, что говорить, мне, по-моему, всегда делать тяжеловато бэкстич. Вот здесь, кстати, хочу сказать, я немножечко накосячила с этой трубой. Но я надеюсь, вам не очень это бросилось сейчас глазам. Труба должна быть на одну строчечку повыше. Но я считаю то, что это не критично. И если не присматриваться, вот я сколько раз смотрела, только когда уже стала делать бэкстич, я, по-моему, как-то так хорошо заметила то, что накосячила. Ну, трубочка, труба у меня получилась чуть-чуть пониже. Вот здесь вот я ошиблась. И бэкстич как-то мне было тяжеловато немножко делать, но мне хотелось. Мне очень хотелось его сделать. Что мне предстоит, кстати, еще здесь сделать? Вот здесь надо бэкстич. Поверху сделать бэкстич. Здесь я не закончила делать бэкстич. Но мне предстоит переходить еще к лосю. Но это немножечко вот сюда, где-то вот здесь он примерно будет, если мы растянем канву. И вот здесь мне надо сделать бэкстич. Очень здорово было делать бэкстич, когда нитка была нормального, такого достаточно длинного размера. Так, значит, маленький сносчик, который я хочу сказать Значит, я планирую снять видео, в котором буду сравнивать наборы от фирмы Panna и набор от фирмы MP Studio Вы чуть-чуть попозже поймете, почему я так решила сделать Плюс, но тоже не полосю Плюс я уже сняла видео о наборе загородный дом от фирмы Сделай своими руками И еще одним наборчиком тоже этой фирмы Мне было интересно, как вышивается в одном наборе и как вышивается в другом наборе То есть, не то, что вышивается, какие схемы в одном наборе и в другом В общем, все это будет у меня на канале, я надеюсь, вам будет интересно Так, что я еще-то хотела сказать Ну, в общем, короче, круто Даже сказать ничего не могу, кстати, вот здесь я забыто не вышла черную Единственное, что хотела сказать Мне немножечко пугало, заставляло задуматься Перед тем, как делать бэкстич, такая мысль, что Вот я сейчас сделаю бэкстич, потом я буду перепяливать Перепяливать Паливать, пяливать В общем, короче, мне надо будет перетянуть эта работа в пяльцы А пяльцы норги, они достаточно такие хорошо крепятся Не поломаю ли я бэкстич Ну, у меня бывают такие мысли всегда Ну, вот боюсь я этого всегда Вот, но я все-таки решила сделать В инстаграме есть одна девушка Катя Вот она тоже, кстати, вышивает рождественского лося Я помню, мы что-то с ней как-то там заболтались По поводу того, стоит ли делать бэкстич Дела ли она, не делала, как это она считает Не поломает ли Не поломают ли пяльца бэкстич Не растянут ли они бэкстич Ну, в общем, как-то вот так, я помню, я написала В общем, она взяла и сделала такую прекрасную вообще вещь Касаемо меня Она сделала опросик Среди своих подписчиц А у нее очень много подписчиц Тысяч, наверное, 10 Сделала такой вот опросик Вышивает, не вышивает, грубо говоря Были какие-то проблемы или не были Ну, в общем, в конечном итоге Все девчонки, большинство, большинство Наверное, процентов 80, потому что даже 90 Ответили, что все нормально Ну, я посмотрела Так сказать, ну, мне стало чуть-чуть поспокойнее Я решила сделать бэкстич И пока я об этом не жалею Мне очень-очень нравится делать бэкстич Мне нравится, как выглядит работа Прямо вот, знаете, домики стали вот прям как вот настоящие Вот здесь у нас очень много таких вот клеточек, которые не зашиты нитками В этих клеточках будут размещаться бисеринки Но вот это я уже оставлю точно на потом Сто процентов Значит, здесь у нас будут типа огонечки Ну, это будут пришитые бисеринки Будет очень-очень красиво Работа, на самом деле, замечательная Совсем вот недавно Кстати, утром Сегодня утром Вот вы представляете, мы с Тимохой покушаем Ну, там тусю 5-10, там я глаза накрашу Вот И потом мы ложимся в кровать и лежим Ждем, когда нам можно выходить Мы успеваем очень быстро А встаем мы где-то в 7-15 То есть мы так-так-так-так-так-так И все, собственно говоря, у нас сделано Ну, так вот, я как раз-таки смотрела Инстаграм И там в Инстаграме, значит, был такой пост Не помню даже у кого Но мне понравился Тимох как раз-таки О, рождественский лось, как у тебя Значит, там работа Рождественский лось вышла Одна девочка, и вторая вышла И разное оформление Так интересно Но я не могу сказать, что мне очень понравилось оформление Как бы этих работ Возможно, я бы так, конечно, не сделала Ну, я не знаю У меня вообще половина работы не оформлены Так что я Дзынь, рот застегнула и все Ну, в общем, смотрела две работы Разные оформлены Ну, вообще, конечно, прикольно Может быть, я бы, конечно, так бы не стала оформлять Но Хотя, может быть, и стала Ну, не знаю, надо посмотреть, на самом деле Так сказать, вживую прикинуть И две работы оформлены Ну, совершенно по-разному Здорово! Я, опять-таки, хочу сказать Что очень много девочек вышивают эту работу Вот По поводу планов вышивания данного процесса Опять-таки, на следующую Ой, вернее, на эту неделю Не загадывая Как пойдет, так и пойдет У меня были планы Планы у меня были касаемые Загородного дома И касаемо, собственно говоря Лосяша Нет, лосяша 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 Короче, лося, е-мое Вот Я фактически выполнила Этот план Ну, хотя не совсем Не нужен Но у меня здесь немножко надо перетянуть Мне вот надо было еще чуть правее Подойти, чтобы подойти поближе к самому К морде лося Кстати, которую я Если честно Блин, мне, походу, дело придется ее вышивать Потому что я не смогу сделать второй урок Вот так вот Потому что долго будет просчитывать тогда Ну, наверное, начну я лосяша Блин, лосяша, е-мое Лося, короче, начну вышивать его мордашку Ну, в целом, я могу сказать Я довольна Планы я на вот прошлую Пута на прошлую свою рукодельную неделю Я выполнила Чувствуете, я начинаю уже заболтываться Много-много говорю Рукодельное, вышивальное, болтательное видео Ладно, это было кое-что такое Скажем так, вам известно Потому что Блин, потому что вы знаете, что я подумала Я подумала о том, что Блин, вот я точно буду вам опять-таки Показывать все одно и то же И вам станет скучно Я решила удивить вас Потешить мой интерес И показать вам кое-что Кое-что Кое-что, ну, лично по мне необычное Необычное, совершенно необычное Ну что, показываю? Окей, давайте смотреть Прям кладу вот так пока еще Это канва, замечательная канва Че я вам показываю? Это бабочка Это какая-то тетка в красном Можете догадаться, что это такое? Я не могу, вот честное слово Ну, конечно, я знаю, что я вышиваю Но если бы я так посмотрела, я не знаю Что это такое? Замечательная, мною любимая канва Которую я, кстати, не подшила Потому что мне надо доставать Швейную машинку Но я совершенно не хочу этого делать Она достаточно тяжелая Надо поставить Короче, муж придет вечером Буду подшивать Сам пусть доставает Ой, достаем Подключает А то он у меня просил еще, кстати Джинсы подшить Она такая тяжелая Ее до сих до жмах-жмах Она, кстати, так еще странно Блин, шьет Только делает какую-то такую Зигзагообразную строчку Джинсы ему подать шью Зигзагообразной строчкой Но это была опять-таки сноска Лена всегда переключается На совершенно разные вещи Не могу я об одном говорить Ну так вот Замечательная, великолепная канва Великолепная канва Что это такое, как вы думаете? Ладно, ладно, ладно Оп! Это вами Кстати, в инстаграме у меня была уже публикация По поводу этого набора Ну, по поводу этой работы По поводу вот этого замечательного мотоциклика Или мотороллера Что это такое Я даже не знаю Потому что я не езжу, собственно говоря Не на том, не на том Так что я Разместила В инстаграме Не знаю, кто не догадался Не догадался об этом Был у меня постик Маленький такой Касаемо этой Работы этого набора Значит, сидела я в субботе В субботу О! Это знаете, сколько? Я 15 минут болтаю Потому что у меня даже больше, наверное Время у меня, кстати, написано Сколько я снимала Ну так вот Сидела я такая, короче Сидела в субботу Думаю, да Чего я буду снимать в понедельник? И хоп! И жахнула Пошла И начала вышивать этот набор У меня был интерес к этому набору Мне было интересно Я не могу сказать то, что он мне прям это Безумно-безумно понравился У меня девочка одна знакомая есть Моя одноклассница, кстати С которой мы спустя много лет нашлись Как раз таки в инстаграме Она тоже вышивает Она вышивает серию работы ТМП акварельки Я их называю акварельками Если можно, я так и буду сейчас говорить Акварельки Она вышивает немножечко другую работу Но у нее так красиво Вы знаете, я когда смотрела вот ее отшив У нее нежная работа Знаете, такая нежная Легкая Какая-то вот Ну, я не знаю Воздушная Ну, короче, очень мне понравилось Я это смотрела Ну, я смотрела где-то Неделю назад, по-моему И на неделю я смотрела Ну, и, в общем, я взяла И начала вышивать этот набор Мне нравится Мне интересно Ну, самое главное, что я хотела сказать Эта работа была начата больше Из интереса Во-первых, самое то, что интересно Здесь написано то, что Опять-таки, здесь Мулине Дим Си Это круто Невероятно круто Самое главное, что я в самом начале В самом начале поняла то, что Это Этот набор Он очень похож на набор Панна Есть какие-то такие, знаете Небольшие, конечно, различия С набором Панна Ну, я еще раз говорю Сниму видео Обязательно покажу Об этом, обо всем Скажу Замечательная на самом деле Конва Мне она нравится Мне она очень нравится Единственное, что В самом начале, когда я стала Вышивать Где-то вот здесь Я немножко начудила Потому что Это Не 14-я Не 16-я Не 18-я Конва Здесь вышивается Все Немножечко По-другому Именно поэтому Я и накосячила Именно поэтому Я и с непривычки Опять-таки Я вышивала на ней Мне нравится на ней вышивать Но В тот же момент Когда отвыкаешь От работы От работы на этой конвы Вот Тебе, пожалуйста Здрасте Переехали Обязательно ошиблась Вот так вот выглядит Значит Сейчас у меня Знаете Какие вот вещи Вот когда так смотришь Вообще нифига Непонятно Кстати Что это такое Давайте с вами смотреть А Ну вот Вот Да Теперь все понятно У меня в планах Этот набор Вышивать По желанию Мне Как-то вроде хочется И вроде не сильно Хочется вышать Но мне в среднем Ой, господи В среднем В целом Мне нравится Вышивать Этот набор Вышивала я его Два дня Особо не напрягаясь Мы сейчас с вами Знаете что Посмотрим Что у меня внутри Внутри все как обычно Я поменяла Вот на папочку На свою Замечательную Я обязательно Сниму это видео Потому что И буду сравнивать С наборчиком От фирмы Панна Вот Потому что Ну прям Как говорится Сам Бог велел Снять Обязательно Надо снять Потому что Действительно Очень много Вроде как общего И вроде как И не общего Вот они Ой-ой-ой Ниточки Которые у меня Тут половина закреплены Половина нет Взяла я Органайзер Дубко Вышиваю я Одной Иголки И все остаточки Одной иголки Все остаточки Я креплю На Органайзер Дубко Тут надо Очень аккуратненько Потому что Все Ой-ой-ой-ой Все путается Сейчас еще посмотрим Так Ну Как и В других наборах От фирмы МП-студия Ключ К схеме Располагается Снизу По-хорошему Конечно Либо его Отксерить Либо Сотографировать Я уже Блин Я не отрезаю Ни к серии Ничего не делаю А то я опять потеряю Я только Расчертила Центр Я даже Ничего не зачеркиваю Ничего Не разрисовываю Возможно Это Возможно Это навсегда А возможно Это до Определенного Периода Значит Еще раз хочу сказать Те кто не смотрел Видеообзор Здесь Без бэкстича С обратной стороны Очень замечательно Все нарисовано С бэкстич Мне напоминает Мой наборчик От праздничной Венеции Кстати Тот набор Который я начала Вышивать Вышивается На темно-синий Канве И тот набор Который я Так и не беру В руки Так и не продолжаю Вышивать Не знаю вообще Когда начну Очень часто У меня бывает Я начну какой-то набор А потом просто Бросаю Так еще и 150 наборов Новых каких-то Наберу И все И до свидания Можно сказать Всем моим другим Набором Так По поводу Планов Я уже говорила Касаемо Этой работы Интересно Ну не то чтобы Это новиночка Но что-то такое Не так как всегда Одну секундочку Сейчас подойду К телефону Мама звонит Так Мои дорогие Все Я поговорила По телефону Был такой совершенно Непредвиденный Звонок Мама позвонила Так Я даже на самом деле Забыла уже О чем говорила Что-то как-то Это у папы Ну на ногах С венами проблемы Вот И что-то она мне позвонила И так много всего Наговорила Что Как-то не очень Короче Хорошего Вот В общем я буду Наверное уже Заканчивать Съемку видео И так много Наснимала Тем более Если честно Вот в данный момент У меня немножко Испортилось настроение И я не думаю Что я смогу Так особо Много всего Уже наговорить Так что Буду я Заканчивать Сегодня я вам Показала И рассказала Все то что я хотела Касаемо Первого процесса Загородный дом Я наконец-то Закончила Правый нижний угол Второе Я вам показала Что же я вышила В своем Замечательном Рождественском Лосике И вы узнали Стала я вышивать Бэкстич или нет Да я стала вышивать И третье То что я вам хотела То что я хотела Показать То что я сейчас Показываю Последним показывала Это мой новый процесс Мой новый Старт Старт Знаете Такой Как бы правильно Сказать Старт Потеши свой Интерес Было интересно Попробовать Вышивать Новенькую серию Акварель От фирмы МП Студия Это я вам тоже Показала Видео было Длинное Много я наверное И наговорила Всего как Обычно Надеюсь То что вам было Интересно Спасибо за то что Вы зашли Ко мне В гости Подписывайтесь Ставьте лайки Обязательно пишите Комментарии Заходите ко мне И добавляйте В друзья В контакт В одноклассники В инстаграм Сегодня у нас Понедельничек Всем я желаю Вам Огромного Здоровья Самое главное И счастья И легкой рабочей Недели Всех целую Всем Пока Пока-пока